На первый взгляд, две эти новенькие «Лады» выглядят вполне как обычные машины. Но на самом деле, оборудованы они устройствами ручного управления. Автомобили приспособлены для людей, получивших серьезные травмы на производстве. Ивановское отделение фонда социального страхования вручает авто людям с инвалидностью регулярно. Только раньше это были машины марки АК, «Жигули» пятой или седьмой моделей. Две машины «Лада Гранта» приобретены впервые. Мы ежегодно вручаем автомобили, у тех, которые к нам нуждаются, или подошел срок замены каждые семь лет, за последние три года мы вручили больше 20 автомобилей специально оборудованных для инвалидов. То есть это переоборудование подбирается каждому инвалиду индивидуально. Владимир Варенцов и Анатолий Горелышев стали обладателями этих новеньких машин. Для них автомобиль далеко не роскошь. Это своего рода компенсация, заполученная во время работы увечья. Автомобиль упрощает жизнь, позволяет заниматься любимым делом, например, ездить на рыбалку или ходить в лес. Через семь лет владелец машины вправе заменить ее на новую. Так и сделал Владимир Варенцов. Когда травма наступила, в общем-то, фонд социального страхования, они спокойно даже сами беспокоились о том, что пора бы вам, Владимир Иванович, получить машину, поскольку даже подходят сроки. Поэтому ждать, вот я так ждал, что они сами беспокоились о том, что я нахожусь в таком ситуации, положении, что мне необходима машина. За это, конечно, большое спасибо. Претендовать на получение машины могут люди, оставшиеся без одной или двух нижних конечностей в результате травмы на производстве. В течение семи лет фонд социального медицинского страхования обеспечивает ремонт транспорта и уделяет владельцу машины определенную сумму на бензин и горюче-смазочные материалы. В настоящий момент все люди с инвалидностью, подавшие заявки, автомобили получили. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.